Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать ко мне на кухню. Я давно обещала приготовить мегрельскую сухую аджику. Самегрелу, то есть мегрелья, это один из красивейших регионов Грузии. Я делала видео все про перцы и как раз нанизывала вот эти перцы. Уже хорошо высохли, так что уже можно приготовить эту сухую аджику. И вот там вот видите, я приготовлю зеленую аджику, так что следующее видео будет зеленая аджика. Ну, начинаем. Перец очень хорошо высох. Его можно даже накрошить руками. Когда мне нужно на какой-нибудь обед, я вот так вот отрываю. Если мне нужно молотый, промеливаю вот в этой маленькой мельнице. Она очень удобная. А когда мне нужно сделать аджику, уже готовую с чесноком, со всеми специями, я быстренько проворачиваю через мясорубку. Перец я взвесила, здесь у меня 100 грамм. Для 100 грамм вот этих перцев я уже почистила 100 грамм чеснока. Значит, если килограмм перца сухого, килограмм чеснока. Ну, я никогда так много не делаю, я делаю всегда свежими, вот так вот по 100-200 грамм. Это очень хорошо и долго хранить тоже не хочется. Аджика у меня есть на зиму, ну, а это вот в свежем виде, чтобы посыпать на салаты или жарить. Вот я немного отварила курицу и как только приготовлю эту аджику, я быстренько обмажу и в духовку запеку. И специи мне нужно. По одной полной ложке специй. Голубой пожитник, уцхо-сунели, кориандр, молотые семена кинзы и желтый цветок, эмеретинский шафран. Ну и соль. У меня тут 2 столовые ложки. Ну, начинаем. Я сейчас быстренько освобожу перцы от нитки, порежу на кусочки, чтобы мясорубке было легко их проворачивать. Да, что еще? Оно же висело там у меня уже почти 2 месяца, и я сегодня утром влажной тряпочкой протерла, чтобы все-таки пыль там, чтобы не было, потому что его мыть нельзя, оно сразу намочится. Ну все, вот так вот я буду резать маленькими кусочками. Вот так вот порежу. Руки не обжигаются и не страшно. Зерна, как вы знаете, я не убираю. Все сухие перцы я уже порезала на куски и сейчас отправляю в машинку. Все вместе не надо закрасывать, чтобы не застряло там постепенно, понемногу. Перец почти весь вот пропустила через мясорубку. осталось немного и добавляю сейчас чеснок. Первым чеснок никогда не кладите, потому что мясорубка станет мокрая и перцу будет трудно. Всегда перец первый и потом уже чеснок. И мясорубка тоже должна быть сухая. Сейчас все специи я соединю, смешаю. Все специи я уже засыпала и осталось добавить соль. Тоже все очень хорошо перемешаю. По желанию можно залить растительным маслом, но на это количество две столовые ложки можно. Но я храню вот так вот в сухом виде. Это я повторяю по желанию. А чтобы сохранить, можете сохранить и в холодильнике, и в комнатной температуре вот так вот в шкафу. Засыпьте в какую-нибудь стеклянную баночку, хорошенько закройте и прекрасно будет храниться. Запах, вкус, ничего не теряется. Все остается вот такое, какое вам прежде. Лучше делать вот такими маленькими порциями. Этого на месяц хватит. Посыпать разные салаты, делать запеканки. В любые блюда можно засыпать, потому что здесь уже есть все специи. Сейчас вот этой вот вкусной мегрельской аджикой я заправлю курицу с картошкой и буду запекать. Чтобы ускорить процесс, я сейчас быстренько заправлю маслом. Соль, перец не делаю, потому что в аджике есть все. И духовка включенная, и пусть она запекается. Так как здесь уже все готово, минут 15-20 этого будет достаточно. Все, вот так вот хорошо обмазала маленькая курочка. И она готова для того, чтобы ее запечь. Все, сейчас еще немного полью растительным маслом и отправлю в духовку. Все, идем запекаться. Пока курица недостаточно румяная, посыплю овощами. Здесь я нарезала лук полукольцами. Порезала сладкий перец болгарский. И помидорчики. Маленькие черри-помидорчики. Отправлю в духовку еще раз на 10 минут. Вот хочу показать мою аджику, которую я на зиму сделала. Перец был очень-очень красный, красивый. И получилась очень вкусная аджика. И сатебели многие приготовили, уже не первый год готовят. Тоже принесла для нашей запеканки с курицей и картошкой. Ну и вот эту вот нашу мегрельскую аджику я пересыпала сюда. Так как она должна быть на столе всегда. Как и вот эта аджика, которую мы храним на зиму. Ну на этом все. Я сегодня приготовила сухую мегрельскую аджику из сухого перца. Так что вы свободно можете приготовить. Как я и говорила, у меня на канале есть несколько рецептов аджики. Из сухого перца с орехами у меня есть. Вот такая аджика настоящая. Я говорила, что у меня бабушка абхазская. Я делала по-абхазски. Там у меня два варианта. Я все ссылки оставлю под видео и вы посмотрите. И как всегда, главному рецепту у меня какой-то бонус, какой-то рецепт. Ну я в этом случае вот эту нашу аджику. Сегодня приготовленную. Я обмазала курицу и запекла. Ну и конечно у меня тут шот из бури. Испекла я его недавно. Тоже есть рецепт. Так что у вас масса информации. Можете смотреть и смотреть на канале мои вкусные рецепты. Следующее видео не пропустите. Будет аджика из зеленого перца. Тоже из санегрелло. Из мегрелли. Ну на этом все, дорогие друзья. Берегите себя. И до новых встреч на Кухне Умерика. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok